Салют! Я Харли. Хэллоуин грянул. И даже несмотря на то, что все хэллоуиновские вечеринки прошли на прошлых выходных, мы будем вспоминать о Дне Всех Святых еще довольно долго, ну не долго, на протяжении недели, как минимум этой. Именно поэтому сегодня я хочу поговорить с вами об образах, которые не стоит воплощать на карнавал ужасов. Поехали! На пятом месте у нас почетно стоят такие секси-девочки. Под эту категорию подходит, к сожалению, большая часть молодых девушек, которые ходят отмечать Хэллоуин в какие-то бары, клубы и другие развлекательные заведения. Я сейчас говорю о всяких секси-ведьмочках, шлюха-медсестрах, горячих кошечках и прочих колоритных персонажей, которые в обычный день как бы очень стрёмно косплеить, их постоянно стыдят фу-фу-фу, а вот в Хэллоуин такими быть нормально. Под эти образы обычно подходят любые роли, профессии, где можно надеть юбочку покороче, каблучки повыше, помаду поярче и декольте поглубже. Ну, короче, это не про меня. Я думаю, вы поняли. Это клише очень часто высмеивается в различных сериалах, фильмах, телепередачах, но лучше всего это получилось в длинных девчонках. Так что, девчули, если у вас шикарная фигура, я вам очень завидую, вы красавицы, но побольше оригинальности и поменьше шлюханства. Давайте немножечко моральные устои повышать в этой стране, а то и так всё плохо. Не ебудь. На четвёртом месте у нас расположились люди, которые не умеют краситься, ну прям очень хотят это делать. Я думаю, вы часто могли наблюдать подобную ситуацию даже на каких-то квартирниках, вечеринках с друзьями, которые проходят дома. Человеку в руки просто попала палетка, например, ярких теней, либо грима, и всё, в нём проснулся творческий потенциал. Срочно нужно на лице нарисовать анатомически точного скелета, череп. У меня плохо с падежами и склонениями. И как бы никого... Вот его даже не волнует то, что руки-то у него как бы из жопы, и анатомию он не знает от слова совсем. Ребят, 21 век. Ютуб просто кишит огромным количеством туториалов, на которые смотришь, и как бы вроде всё легко объяснили. А про растушёвку теней знает, по-моему, даже мой папа. А он на минуточку брутальный горный механик. Я не знаю, возможно, это я на него так дурно повлияла со своим ссаном косплеем. Именно поэтому я очень надеюсь, что в ближайшее время я увижу как можно меньше скелетов с квадратными зубами и кругами енота вместо дырок в глазу. Главное правило. Растушевывайте, пользуйтесь тенями и не прыгайте выше своих умений. Начните с чего-то лёгкого. Посмотрите туториалы, ютуб. И если вам так вот прямо шаблонно идти к визажисту, но хотите хороший образ, лучше сделать проще, но лучше. На третьем месте у нас забрались люди в чёрном. И я сейчас говорю не о крутых парнях и девушках, которые умеют делать так вот шкварк и всё. Я сейчас говорю о людях, которые считают, что «О, что у нас там завтра? День всех святых? Хэллоуин? Нечисть пойдём пугать? Так, где-то у меня тут рубаха чёрная завалялась». Почему-то такие люди считают, что если сделать очень тёмный макияж и надеть что-то всё абсолютно чёрное, то вы автоматически становитесь какими-то мрачными, загадочными и очень атмосферными. Если следовать этой логике, то у меня по жизни Хэллоуин, я всё время мрачная, загадочная и очень атмосферная. Это вот вы не смотрите, что у меня тут фон голубой. На самом деле я просто гуру Нуара и какой-то душевной боли пойду сейчас с Блэйдом нечисть ломать. Это работает не так. Поэтому точно так же, хотите во всё чёрное, нарядитесь хотя бы в мартишу. Это, конечно, не очень оригинальный образ, но будет смотреться куда лучше. Ей-богу. А те, кто пользуется чёрной помадой, используйте контур и консилеры. Смотреть на вас невозможно. Ну, ей-богу, просто хочется подойти и сделать заход. На втором месте у нас расположились мексиканские духи. По правде сказать, сахарные черепки мои любимцы. И это можно понять даже по наличию фотосессии в этих образах у нас с Таней. Но при этом всё в один какой-то определённый момент я даже не заметила, в какой. Этот образ стал очень каким-то баянным и неаккуратным. Очень часто люди, не все, но многие, которые делают этот образ, во-первых, наносят неаккуратно грим. То есть белая основа лежит пятнами, несимметричные узоры, какие-то смазанные, нехорошо лежащие, не сочетающиеся цвета и так далее. А во-вторых, ты просто такой смотришь, о, ну да, вроде грим хороший, но со всем остальным не сочетается. То есть стоит такой чувак в джинсах футболки, но такой с полным раскрасивым мексиканского духа, и ты такой... Что за х... Именно поэтому, если вы хотите всё-таки воплотить этот довольно, я считаю, нелёгкий образ в плане реализации, то всё-таки подзадумайтесь. Девочки, найдите, например, себе длинную юбку, веночек в голову. А парни, если вы делаете, ну, возьмите, оденьте рубашку и брюки. От одного вечера, если вы так оденетесь, ну, ничего с вами не случится, ей-богу. Ну и на первом месте у нас расположился самый популярный персонаж в этом сезоне. Если вы не поняли, о чём я, то давайте далеко ходить не будем. В прошлом году кем были заполнены все бары, клубы, увеселительные заведения, улицы, торговые центры и так далее? Правильно. Моей любимой вариацией Харли Квинн и Джокера. Сколько дерьмовых и не очень я повидала Харли, это просто не описать. Сколько я выплакала кровушки из глазок, это вот тоже не описать. В этом году кто у нас будет? А? 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 Правильно. Оно. Бедный и несчастный Пеннивайз. Причём, я уверена, будет опять это что-то из разряда «Я не хочу заморачиваться за парик, грим, поэтому буду выглядеть, как не знаю кто, намажусь как попало, сойдёт и так, и так узнаю». Ребят, во-первых, этот образ очень заезженный и в плане реализации, думаю, стоит с ним быть аккуратней. Точно так же я советую посмотреть сначала YouTube. Там очень много туториалов на тему какой-то оригинальной подачи этого образа. А во-вторых, если вы хотите именно каноничный образ, то, ну блин, запарьтесь хотя бы за воротник. Хоть что-то сделайте. Не ходите вы просто в белом платье или в белой рубашке и нанося этот грим. Найдите парик, найдите линзы, найдите хоть какие-то атрибуты, которые бы вас именно выдавали, не только грим, чтобы выдавал вас этого персонажа. И поверьте, с одним шариком вам тут как бы не обойтись. Шарик каждый дурак может купить и намазать как попало белый грим. Поэтому всё-таки побольше ответственности. Как вы поняли, я тут сейчас просто горела. Но дело в том, что я действительно люблю Хэллоуин, я люблю к нему готовиться. Я люблю всю эту атмосферу. И мне вот как серпом по несуществующим ментальным яйцам. Каждый вот этот вот косяк, на фоне которого я сейчас тут разрывалась, как не знаю кто. Что же касается меня, в этот Хэллоуин я буду... Я буду сегодня... Супер Крэгом! А Таня, видимо, будет Крэгом. Что? На этом я бы хотела закончить свою тираду, поправить свою шапочку и отправиться гулять, спасать мир и искать соратников. Увидимся через неделю. Будьте более оригинальными и не рвите жопу таким, как я. Увидимся. С любовью, Харли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok